И хотя не видать скуды, и на день я, и на кого, и поступай, извиняй, звоны. Эту группу называют ошибочно в СМИ группой Ильиневич. Это неправильное название. Это группа анаркопартизан. Это четыре индивида, каждый из которых участвовал в принятии решений. Игорь, может, самый известный из них, но не лидер и не глава этой группы. И его срок во многом такого размера именно благодаря тому, что СМИ приписывали ему главенство в этой группе. Эти люди с оружием в руках выступили против этого фашистского режима. Все эти четыре человека – идейные революционеры и анархисты. Игорь был осужден на 8 лет, отсидел около пяти. Сергей Романов также сидел в тюрьме. Дмитрий Рязанович сидел в СИЗО. А Дмитрий Дубовский был 10 лет в бегах по делу 2010 года. Несмотря на все это, люди в 2020 году, видя, что происходит в нашей стране, этот государственный узаконенный террор, они, зная, что их ждет, зная о всех угрозах от свободы и даже жизни, взяли в руки оружие. Двое пришли в Беларусь нелегально. Двое присоединились в Беларусь и провели несколько успешных и дерзких акций прямого действия, направленных против инфраструктуры этого фашистского режима. К сожалению, наших героев задержали. Их взяли на границы. И взяли их благодаря доносу бдительных граждан, которые решили, зная всю ситуацию в стране, сообщить, что в районе границы заметили подозрительных людей. Сегодня эти люди получили огромные срока. Но они до сих пор считают, что шли верным путем и продолжают поддерживать наше сопротивление. Суть был закрыт. Мы не знаем всех материалов, мы не знаем всех свидетелей, мы не знаем лживых показаний, мы их не слышали. Но мы знаем, что приговор несправедлив. Все это знают. Даже правозащитный центр «Весна», который максимально долго тянул с признанием политзаключенными, в итоге признал их политзаключенными. И сегодня только от нас с вами здесь зависит, выйдут эти ребята через 18 или 20 лет или выйдут раньше. Самое малое, что мы сейчас все можем сделать, это написать им письма. Письмо – это самое малое. Второй шаг – это финансовая помощь. На платформе «Байсол» есть сбор на анархопартизан. Вы можете спросить там. Также есть организация «Анархический черный крест», которая занимается, белорусский, которая занимается поддержкой анархистов и антифашистов, в том числе анархопартизан. Вы можете задонатить им, указав, что эти деньги должны пойти на помощь этим героям. И самое главное, что мы должны продолжать. Продолжать выходить и бороться, и готовиться. Готовиться к решительному бою. Все мы видим, что этот фашистский режим сам лично раскачивает лодку так, как никто из радикалов не мог бы раскачать. Они раскачивают ее ежедневно своими ужасными действиями. И когда-нибудь люди не выдержат. И будет та последняя битва. И мы должны быть к ней готовы. И в этот момент не сидеть где-то в интернете и критиковать цветочников, и писать за радикальные действия, как любят многие, сидя в Польше или где-то еще. А в момент, когда народ восстанет еще раз, мы все должны вернуться домой, как сделали наши герои. И нанести сокрушительный удар по этому фашистскому режиму. Чтобы Беларусь, наконец-то, была свободна. Жилий, Беларусь! Жилий, Беларусь! Свободу всем политическим сокращенным! Свободу полицейским! Жилий, Беларусь! Жилий, Беларусь! Вера может! Вера может!